волна из арабиса красота весенняя красота каждый раз говорю неприхотливое растение медонос ничего не требует ни полива ни удобрения ничего ровным счетом одно только нужно будет обрезать соцветия отцветшие то есть после цветения нужно сделать обрезку и все декоративное можно сказать круглый год зимой тоже зеленая то есть такой изумрудный цвет холодная зелень но красота обратите внимание какое шикарное цветение и цветет она уже ну она начала цвести где-то 20 где-то примерно 20 дней тому назад то есть первые цветочки появились но я по видео посмотрю и напишу точно и смотрите как она побеждает не побеждает она езжает я здесь пришла и первым долгом руками отодвинула ее видите розочка она мне и угнетает нужно будет отрезать там то есть повырывать вот такая красотка у подножия плетистой розы арочки у подножия арочки вот здесь арочка видно вам ее здесь дороти а у подножия тоже арабис и уже нарциссы с бутончиками это белый нарцисс обычный расцвела примула из горшочка цветочек очень большой очень большой цветочек где-то сантиметра в 5 диаметре это уже такой клематис это клематис такой у меня невысокий клематис покупала как высокие получился наверное пересорт и он все не может расти высоко он вырастает где-то сантиметров 60 и все у нас такие дождики все время идут но сегодня без дождя такая смотрите какие листики уже у гортензии крупнолистный смотрите валяются гиацинты от дождика и они просто уже стареют то есть цветочек стареет и падает вот смотрите как происходит вот он уже цветает и у него цветоножка делается мягкой то есть не держится со временем уже можно даже в таком виде можно уже обрезать если вам не нравится а можно подпорочку поставить вот так можно повыше ну что найдете можно немножко подпереть цветочки чтобы продлить красоту кстати вот эти синие больше сиреневые они позже расцвели и быстрее отцвели смотрите какой уже цветочек некрасивый это тоже уже заканчивать то есть заканчивает и темные то есть самые самые выносливые самые долго цветущие это вот такие розовые они раньше всех расцвели смотрите какой какой цветонос какой смотрите какое соцветие и здесь не маленькое соцветие вот это хорошие луковички большие а когда маленькая луковица вот что получилось вот эти я уже говорила вот этот кустик я рассажу вот эту букетную посадку этот раз в видео сказала клумбовая посадка нет меня поправили и спасибо большое что поправили букетная посадка просто когда я веду съемку немножко как это забываю что где и смотрите какая красивая медуница красотка правда мускари уже распустились и тюльпанчики некоторые тоже вот пожалуйста красненький нарциссы желтые еще цветут а вот этот вот этот вот этот видите уже цветочков нет осталось только зеленушка но мы не обрезаем обрезать нарциссы обрезаем листики у нарциссов у гиацинта но и тюльпана вы все знаете у всех луковичных вот у меня это подснежники и там подснежники листики все обрезать нужно когда пожухнет листва то есть когда закончить свою вегетацию а в данный момент а в данный момент луковица еще только нарастает то есть нельзя листики убирать пусть нарастает луковица а потом уже либо выкапываем либо убираем лист обрезаем а сельба подросла всем здравствуйте мы на даче и сегодня 21 апреля 2023 год мы и я не делала съемку примерно 10 11 дней и вот посмотрите как изменился цветник подросла хорошо яснотка смотрите какой красивый листочек яснотка многие говорят она захватчится она не будет захвачиться если у вас если у вас плотные посадки если посадите на площадке на огороде конечно же она пойдет ползти а так и некуда ползти вот здесь ливейник мешает там дальше хвоста вот она хвоста уже вышла показали свечечки так что ей не она вот как сидит у меня на этом месте так и продолжает сидеть но листик очень красивый и еще будет красивее листик цветет она так себе розовенькими цветочками то есть она красиво не цветами а листиками вот такой красивый почвопокровник но я вам потом еще покажу какой он кран он еще будет краше так показались уже вам показала показались свечки хвост потом тюльпанчики расцвели. Это я уже показала. Там нарциссы еще цветут желтые. Что у нас подросло. А стильба хорошо поднялась. Флоксы. Смотрите, уже кустик сантиметров сорок. Ну и листочки, конечно же, мои кустарники. Кустарники уже с листиками. Покажу так общим планом. Они у меня растут вдоль забора. Вдоль рабицы. Но листики уже есть. Это у меня вот этот кустик вейгелы. Потом идет пузыреплодник. Потом дерен. И там спирея. Спирея дугласа. Еще другое название есть. Если вспомню, напишу. Я думаю, вам уже видно листики гортензии метельчатые. Вот они. Не листики, а открывшиеся почки. Вот. Там тоже все хорошо. Гортензия фантом хорошо себя показала после пересадки. Так. Ну что здесь? Маки. Вот это маки. Такие резные листья красивые. Вот так выходит кочедыжник. Еле-еле. Можно нечаянно наступить. Поэтому я и говорю, что я пока не хожу по грядкам. Видите, как он выходит? Можно подумать, что что-то пропавшее растет. Нет. Вот это такой кочедыжник. Очень красивый папоротник. Здесь у меня у пенька медуница в процессе распуска цветов. То есть гиацинты уходят, будет свисти медуница, а потом маки зацветут. Ну, в общем, будет красота. То есть одни цветы сменяют другие. примула уже. Цветочки есть, но она закрывается листиками, ее не видно. Просто зеленые кустики. Смотрите, какие шикарные зеленые кусты от примул. Это первоцветы. Кстати, мне написали, что мои примулы, вот эти первоцветы примулы, называются примулы юлии. Я забила гугл, и правда, есть такие примулы. Их много названий, но они называются примулы юлии. Можете зайти в гугл, и вам там покажут, сколько сортов, там белые, ну, вот все цвета, все цвета, то, что у меня есть, они, конечно, имеют название. А общее название примулы юлии. Вот такие кустики. Цветочки уже доцветают, а кустики будут. Смотрите, какая хорошая зеленушка. Пустоты заполняем примулой. Потом вот здесь выходит хоста, и она все это накроет. Здесь хоста подорожниковая, тоже с такими свечечками. Видно, да? Цветет брунера. Это еще не полностью цветет, но цветет. Хорошо цветет. И начинает цветение свое примула зибальда. Это еще только начало. Она будет очень красиво цвести, будет розовый ковер здесь. Вот тоже примула зибальда. Тоже полянка такая. пока раскроется крупнолистная гортензия, примула покажет свою красоту. Потом листики накроют, ее не будет видно. И еще я вам говорила, уже примула зибальда, она не, она уходит. То есть ее не видно летом. Листики уходят, то есть она, ну у меня в крайнем случае она не есть. То есть корешки в земле, а верхней части нету, она уходит у меня. У меня в саду так. Хвоста такой вид имеет. Ну все, немножко, немножко уже оживают мои гейхеры. Так, вот так. Новые листики показываются. Такая желтенькая, лаймовая. И такая. И примула с 8 марта. Я вам показала уже ее. А это листики. Вот эти листики красивые. Это анимона. Анимона японская. Вот, помните, я вам тот шар показывала из примулы. Уже все, листиками закрылся. И давайте я отойду и покажу вам маленький обзор. Вот так проведу всего моего цветника. тюльпанчиками. тоже начинают распускаться. Красные. У меня в основном красные. Я покупала пару раз сортовые, розовые, потом еще сиреневые были. Они как-то плохо себя ведут. Пропадают у меня. А вот эти красные, самые обычные, нормально себя чувствуют. Здесь тоже тюльпанчики. Там нарциссы еще немножко цветут. И уже как поднялись стрелочки, смотрите, вот эти стрелочки. Это алиум, то есть декоративный лук. Там тоже уже стрелочки есть. Здесь у меня тоже медуница. Вот здесь медуница. Это возле колонки, возле розочки. Вот это куст розы фламентанс. У подножия растет медуница, а там у подножия растет живучка. Она осень очень красивая, такая бордовая, бордовая, и блестящая, блестящая. Там медуница, а там дальше пойдем, я покажу темную, позднюю темную примулу. Кстати, бадан, вот у меня здесь бадан, он в полной тени. Сейчас солнышко, потому что не развелось еще. Здесь будет гортензия, здесь роза, то есть закрывает полностью. Цветочков я не вижу, не наблюдаю. Так, цветов нету, вот здесь должны быть бутончики уже. Нету, и здесь нету, то есть спрашиваете у меня, где растет бадан, в тени растет, но цветов быстрее всего, что не дождетесь. здесь растет немножко другой сорт мускари. Это мускари немного другого сорта. В этого мускари листики не уходят. То есть он зелененькой куртинкой все время, зеленая куртинка все время есть, в отличие от тех мускари, которые у меня рядочком растут. Это растут кустиком. посмотрите, какой маленький кустик камнеломки с бутончиками. это бордовые такие бордовые, это бутончики. Цветет еще моя ранняя примула. Она здесь позже распустилась. Так, включилась газонакосилка. Мы по-быстрому сейчас пройдем. Покажу вам еще ранний ирис. Низкоростый ранний. Смотрите, какой хороший. Красавушка. Бородатый ирис ранний. А здесь тоже смотрите, какие бутончики. Ну, чудо. Какие красивые соцветия. еще не открывшись, но так уже красиво. Вот самый большой кустик. и тоже будет радовать цветочками. Каждый цветочек сам по себе красивый. Морозники тоже еще продолжают радовать. смотрите, сколько самосева морозника. Вот сколько морозника растет. Вот смотри, какой кустик. Это насеялся морозник. Уже листики пошли. Уже пошли листики. они. Белые тоже. Еще с цветочками. В принципе, цветы у морозника никуда не одеваются, но начинают уже обрастать листьями. Белый раньше зацвел, и уже листики пошли. Смотрите, какой красивый кустик получается. Эти гиацинты позже распустились. Еще хорошенькие, смотрите, какие славные. Хотя здесь так много солнца, но почему-то они позже распустились, не понимаю. Зато продлевается цветение гиацинт, хотя сорт один и тот же. эстафету приняла поздняя примула. Вот такая она красотка. Смотрите, как красиво. Бордюрчик красивый. И медуница. Смотрите, пока не распустились деревья, то есть листочков нет на деревьях, это абрикос, а это слива. Я вам показываю, какой имеет размер моя магония. Смотрите, перед ней растет куст, где-то в метре от нее, конечно же. Там проход есть. Но ширину я могу сейчас показать. Вот такая огромная магония. А центр нужно будет связать, нужно будет подтянуть. Я потом подтяну и может быть сфотографирую, как получилось. Видите, распался центр. Поэтому две веточки возьму и свяжу. То есть компактнее сделаю куст. Но смотрите, сколько будет цветов. Это такой аромат будет ароматнейший вечно зеленый кустик. Солнышко вышло и сразу краски заиграли. По-другому, ярче. Это барбарис Мария. Смотрите, уже такой салатовый. Перед ним барбарис Адмирейшн кустиком. Там барбарисы тоже листьями покрываются уже. Вот колоновидный барбарис. и там вдалеке большой кустик барбариса тоже уже раскрываются листики. Хорошо подросли дельфиниумы. Что здесь? Ну, тюльпаны я, по-моему, показывала. Вот так себя чувствует Асока Мороу. Ничего с ней не делала еще. Зимует зимой и летом одним цветом. Смотрите, какая красотка. Красотка. Коврик из ясколки. Вот это изумрудные листва, это ясколка. Что здесь? Ну, здесь вот медуница роскошная. Роскошный кустик. Медонос. Медуница медонос. Само слово говорит медуница. Медом пахнет, да? Но пчелки ее любят очень. Так, здесь здесь у нас арабис я вам показывала. Просто решила показать немножко сад при солнышке. На солнышке. Еще раз покажу вам примулу. Она ранняя, но здесь она с опозданием цветет. Красотка. И два барбариса. Редактор субтитров 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 субтитров